Всем привет! Небольшое короткое видео по поводу, что происходит с миром, находится ли мир в балансе, или нужно ли срочно там бежать, кого-то спасать, или кому-то что-то нужно срочно рассказывать. Потому что очень часто бывает, когда люди словили какой-то глобальный инсайт о том, как устроен мир, как устроен тайный ход вещей и так далее. То есть они словили какой-то инсайт в силу каких-то событий, обстоятельств, или в силу прохождения каких-то тренингов, или они пообщались с каким-то мудрым человеком. Абсолютно неважно. И человеку кажется в какой-то момент, что нужно срочно всем обо всем рассказать, что это, блин, такая важная штука, что это прям всем надо. И я тоже часто переживаю такие вещи, мне кажется, что вот, я такой очень главный инсайт словил, и надо срочно со всеми поделиться. На самом деле это не так, потому что вот у китайцев есть интересная тема, они говорят, что не спрашивают, не говори. Вот простая история, не спрашивают, не говори. И было время, я очень долго пытался причинять добро людям. Я настойчиво рассказывал, что вот-вот я сейчас вот-вот это освоил, или я вот-вот это понял, вот это узнал, и тебе это точно надо, потому что тебе это поможет жизни, и так далее, и так далее. И очень много своих знакомых я распугал вот этим своим напором, вот этой своей навязчивостью, потому что я не понимал, что у людей вообще нет запроса к этому, у них там все в порядке в жизни. И у них этот вопрос, который я там узнал, ответ их вообще никак не волновал. Поэтому в какой-то момент времени я понял, что с миром вообще все в порядке, с людьми все в порядке. У кого что-то, как они думают, не в порядке, они задают вопросы и ищут ответы, это тоже нормально. И каким-то помогать своим взглядом или делиться инсайтом своим нужно только тогда, когда у людей есть потребности, и они спрашивают у нас, а как вот это, а как кто. И они говорят, нам, например, важно, чтобы ты поделился своим видением этого вопроса. Тогда да, тогда ок. Или, допустим, уже люди ищут это, что-то, в частности, допустим, у меня есть видео про предназначение, и люди озабочены этим вопросом, и они понимают, что с этим надо разобраться. И вот у меня есть мой взгляд на предназначение, и вот это видео может быть полезным, да, предназначение. И вы можете его там посмотреть или какие-то другие видео. Но если у человека нет интереса к этому, ему это видео не надо, потому что, ну, у него сейчас другие ориентиры, это нормально. И второй очень важный такой момент, знаете, который я когда-то понял, у меня был такой инсайт офигенный. Это меня прям очень сильно, вот, скажем так, расслабило с точки зрения вот этой, такой, знаете, спасательской позиции. Я думал, что нужно срочно всем помогать, потому что, ну, кому-то плохо и так далее. Но это была моя проекция, потому что я был в поиске, у меня был какой-то кризис там очередной. И мне казалось, что тоже у людей что-то не так в жизни, а поэтому нужно всем срочно, значит, как и мне, искать ответы на вопросы. Это полная фигня, потому что если у человека все в порядке, если он уже нашел некую такую стезю в своей жизни, то как бы ему мои советы или там мое видение, или там мой опыт нафиг не нужен, у него все на месте. Вот, когда у человека все на месте, ему эта вся история не нужна. И вот что я понял, какой инсайт, что допустим, мы сейчас со счастливым все человечество и расскажем вообще все-все на свете, как быть богатыми, там, счастливыми и так далее, срочно всем выдадим инструкцию, как быть счастливыми, богатыми, преуспевающими, ну и так далее, и так далее. Вот, и что произойдет, друзья? Очень скучно будет жить, потому что у всех будет ответы на вопросы. И мы, в общем-то, что произойдет? Мы у людей заберем возможность самому проходить какой-то квест по жизни, самому искать ответ на какой-то непростой вопрос и находить этот инсайт, и кайфовать от этого инсайта, потому что когда у нас происходит инсайт, мы такие, опа, ничего себе, оказывается, это вот так круто, вау. То есть, вот это проживание, вот этой эврики, да, что, а, вот, оказывается, это вот так, да, классно. Мы возьмем эту всю историю и заберем. Но это, скажем так, это прям жесткая очень тема, что мы лишим людей радости вот этих своих внутренних открытий по поводу того, что есть что и как это устроено. Потому что очень многие люди, они любопытны от природы, и они пытаются понять, кто я, зачем я живу, в чем мое предназначение, а что конкретно мне нужно, важно, интересно, полезно и так далее, да. И мы вот раз и возьмем, мы всех это все заберем разом, да. И мы лишим людей этого невероятного процесса нахождения загадок, задавания себе вопросов, построения гипотез и нахождения ответов, которые помогут человеку пережить вот этот вот инсайт открытия, пережить инсайт откровения. Представьте себе, если мы вот такую штуку у людей заберем. Это прям очень-очень грустная штука, очень несправедливая, я бы так сказал. Поэтому я думаю, что каждый должен проходить свой квест, который называется «Жизнь», и каждый должен находить свои ответы. Нужно ли обращаться к другим людям? Конечно, нужно, потому что кто-то уже прошел этот путь, и если у меня уже есть вопрос, и я уже сам попытался, и что-то там не могу врубиться, иногда мне нужна какая-то обратная связь со стороны, чтобы подкорректировать ориентиры, в каком направлении искать. Или, допустим, а как можно ускориться в своих поисках и так далее. Потому что иногда ответ находится у нас под носом, но мы этого не видим, допустим, как у персонажа книги «Алхимик», Павла Каэля тоже, что он там искал, 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 оказывается, все было очень близко от того места, где он жил. И так тоже бывает. И человеку иногда нужно пройти огромный путь, чтобы уткнуться в это носом и сказать, «Елки, так вот, оказывается, что? Оно же все время у меня тут было». Но волшебство вот этого проживания, вот этого инсайта, вот этой эврики, оно ни с чем не сравнимо. И поэтому вот эта вот история, что всех нужно срочно осчастливить, она, конечно, не рабочая. Потому что чем человек дольше идет к вот этому инсайту, чем чаще он задает все вопросы, добивает шишки, ошибается, отметает гипотезы, тем более желанным наступает этот момент, когда человек, опа, нашел, ух ты, круто, и так далее. Вот, поэтому нам не надо никого спасать, с миром все в порядке. Но опять, это мое мнение, что значит «не надо спасать». И вообще здесь речь не о спасении, а речь о том, что если у человека есть потребность в поиске какого-то ответа на какой-то вопрос или в поиске какого-то решения, как справиться вот в этой ситуации? Безусловно, всегда будет масса версий. Будут версии простые, сложные, глубинные с точки зрения, допустим, религии или с точки зрения энергии, или с точки зрения, допустим, астрологии или с точки зрения еще каких-то вещей. Версий очень много. Всегда будет. На каждую ситуацию каждый будет смотреть через призму своей реальности. и каждого человека устроит какой-то свой особенный ответ или комбинация версий. Он скажет «Ага, значит, мне, значит, вот здесь мне дали такую-то картинку, а вот здесь я получил подтверждение, а вот здесь у меня как бы, ну, картинка, пазлы сложились. О, все, понятно, супер. Вот нормальная история». И не надо пытаться искать, а как у других. Единственное, что нужно брать у людей, которые уже обладают каким-то там жизненным опытом или мудростью, подсказки в плане ориентиров, да, в каком направлении. Конечно же, эту историю можно ускорить, и можно там, допустим, пойти в какой-нибудь индивидуальный коучинг, нормальная история к тому человеку, который вам интересен, который, на ваш взгляд, обладает определенным там знанием или мудростью, который уже что-то в своей жизни повидал, который может выступать неким проводником. Это нормально. Вот, потому что мы все всегда будем нуждаться всю оставшуюся жизнь в обратной связи какого-то человека, который поможет нам выбраться иногда, допустим, просто из внутреннего диалога, да, или который поможет нам подкорректировать свое направление, в каком ракурсе нужно искать вопросы и так далее. Вот, поэтому с миром всегда все нормально, и делиться своим опытом или помогать человеку нужно тогда, когда он об этом просит, и у него есть в этом потребность. А до тех пор, пока у человека все нормально, то у него все нормально, и не надо ему причинять добро, да, что многие делают, делали, и я такой был, и это нормально. Слава Богу, как бы прошел некий этап и понял, что это все-таки была моя галлюцинация, и теперь все нормально. Вот, друзья, поэтому пользуйтесь. Есть видео и про предназначение, есть видео и про эволюцию сознания. Я думаю, они тоже помогут вам в поиске ответов. Если таковые существуют вопросы, то это будет много хороших подсказок. На этом все.